так сейчас на часах час 30 час 30 по новому сегодня 25 октября и мы встали в час 30 как вы думаете почему встали в час 30 правильный ответ потому что мы снова собираемся нашу поездку как вы думаете куда мы отправляемся на этот раз какие-нибудь детей есть да я вам подсказку смотрите какой я делась ряков и куда мы едем но конечно же наша любимая портофина сейчас начались выходные начались каникулы поэтому каникулы не только у детей взрослых тоже ну что все пакуем наши вещи вот уже мой портфельчик собран туфли готова сумка готова и я готова осталось разбудить девочку и мы отправляемся в поездку диана спала с папой диана давай вставай вставай пойдем давай умываться так сейчас осталось ребенка добудиться еще мы спускаемся вниз и есть немножко было сегодня сложно проснуться потому что часы переводят два часа а нам нужно было проснуться в два часа поэтому пришлось проснуться на час раньше чтобы переставить будильник где мне конечно переставили но тем не менее встали пораньше и отправляемся во францию вот мы на парковке сейчас конечно как обычно у нас же я забыл телефон машине бросил сумки тут посреди дороги и а мы пока паркуемся паркуемся пакуемся да дианска ты готова катешь куда едем в италии мы едем да ребят мы едем в италии но сначала нам нужно доехать до ла-манша пересечь ла-манш францию и только тогда мы окажемся в италии но мы это планируем сделать все в один присест скажем так ну за исключением конечно только заправки и а а так мы едем прямиком урма и так что следующее нас на на включение будет уже с евро туннеля мы покажем как на этот раз мы будем проходить паспортные контроли и пересекать границу англии смотрим и вот уже указатель на евро туннель так что посмотрим как в этот раз мы будем проходить все наши контроли и тому подобное ребенок пока вот вроде заснул в обнимку сайпа это явлениями не устали все зелененькое полицейские и вот нам везде зелененький свет мы поедем где нарисованы машинки бессенджер трафик что нам туда две линии направлены нашу сторону видите как никого нет никто не хочет никуда ехать либо потому что ввели более серьезные ограничения по выезду и въезду с европы поэтому я живу потому что еще три утра ну либо потому что еще да действительно три утра мы решили что мы хотим отправиться самым-самым первым поездом для того чтобы приехать первыми ну и как быстрее добраться до курмара все правильно мы едем уже не решила что предоставить потому что здесь и правое и обидеть плею плею чуть-чуть сейчас 4 43 вот такой вот мы берете получили зеленый свет нам загорелся следуем дальше на буковка мария ммм так аккуратно ты смотри и сейчас нам предстоит паспортный контроль закрыли закрыли туалет и все вещи вот франц мы едем в французе туалет и будут на на линии ну магазин так и вот сейчас следующая стоечка говори куда мне ну вот за машинкой вот которая не станут две машины здесь одна вот так и я сейчас так аккуратненько и нашла очередь там проверка франция и это и и и Доброе утро! У меня есть документы. У меня нет. Нет, у меня нет. Почему я должен иметь? Почему? У меня нет. У меня нет. У меня есть копия? Нет. Это первая разница. Я не задам. У меня есть все. Это очень... Вы снимаете? Нет. Вы снимаете? Потому что у меня нет камеры. Видео. Есть камеры? В общем, короче, нас поморочили. Морочили, потому что обратили внимание, что я снимаю, а снимать нельзя. Ну, вроде как бы... Жень, ты удалил моё видео? Да, так, мы едем куда-то на даблдеку. Да. Ты удалил, да? Нет, я не удалил. Короче, ребят, мы всё-таки сняли, как мы пробрались сюда. И что они нас спрашивали, и тётя нас пристала, и потом нас отвела на обочину, и начала нас требовать, чтобы мы это всё удалили. Ну, так как я начала снимать это всё с трассы, с моторвая, она немножко как бы поморочилась и законфьюзилась, и, в общем, сказала, ладно, ребят, не снимать больше и езжайте себе. Good luck. Вот, поэтому, видите, всё, кофеёшки закрыты. Кофеёчек мы уже попьём во Франции. А сейчас мы едем уже напрямиком на поезд. Наверное, как обычно, выходить нельзя будет. Ну, да ладно, сейчас вот ещё какой-то вот... А, нет, здесь уже ничего нету. Уже в линию становимся. Сейчас нам покажут, какая линия свободна. Тут всё полукрасно, первая линия. Так что едем, едем, едем. Кстати, вот видите, мы уже не одиноки, уже есть другие машины. У нас поезд наш в 4.43, по-моему, было показано, да. В общем, билетик уже есть. Вот здесь вот можно купить напиточки. А, ну, 4.43, да. Да. Вот здесь уже машинки стоят. Напиточки тебе здесь не купишь? Нет, так вот автомат стоит, да. Да. И вот сейчас вот можно постоять ещё каких-то полчаса, насладиться свежим воздухом и отправляемся. Так что, друзья, сейчас потом включусь, когда мы уже подойдёт наша очередь. Сейчас мы немножко отдохнём, покемарим, как дяночка. И продолжим наше путешествие. Итак, зажался зелёный свет и нам дорога вперёд. Готов? Угу. Да, чё там написано. Так, сейчас пока все проснутся, заведутся и мы поедем. Так, почему они там спят перед нами? Иди сюда поснимать можно? Ну, я думаю, да. Звук事 gamу на той-ке. Потом вы ходите ethical? Дай день к нам, наверное, переходите. Это, скажем так... Иди сюда, целую монастыку. Это крутая бортажа, так дай. я не захотел ехать наверх потому что у нас поезд двухэтажная но на втором этаже как правило качает поэтому мы предпочитаем ехать на первом этаже вот это было как обычно узко почему не сделать пошире не знаю но они могли сделать слева и справа пешеходные одно это поставить так интересно все-таки продолжает у них то ли это функционер или все таки сейчас мы об этом узнаем может с масочкой уже и пускают так и вот мы едем от начала самого и до самого точнее с конца поезда до самого начала мы будем одни из первых кто выйдет с поезда и окажется в франции так что это настраиваешь запищит до он будет пищать поэтому я предпочитаю во время поезда сидеть на пассажирском сиденье не хочу вот это вот все испытывать но особенно где туалет и потому что у нас резина очень низкая вероятность поцарапать диски очень велика поэтому я не хочу брать на себя такую ответственность есть у нас евгений которые тут не то есть еще нужно вообще позаботиться лестница я помню как мы на шестом я ехала раз мне да здесь вообще был кошмар так еще там еще мокрое было ранфлаты там вообще диски я, может быть, кто думал что, что с нами, не вон а тоже не сможет, не вон. я заставил Я. 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 А я. Я, естественно, кто любит Думаю, да. Вручание, еручание. Эрухание. Да мы, ребята,わかлушайте, это все, как и вручение. И. может подвинуть так вот уже человек закрывает все дверки получится сколько по 3 машина в вагончике скажем во время проезда ла-манша который занимает 25 минут не разрешает выходить из машины вот сейчас нас немножко подпаркует совсем смотрите близко мы нас это припарковали нам сказали engine of что означает выключить двигатель приоткрыть немножко кошка чтобы мы здесь как бы не задохнулись и все расслабляться в течение 20 минут и мы уже во франции все изи пизи все очень просто и легко и так долго утра уже в который раз в третий ладно во второй а мы сейчас уже где во франции правильно и сейчас мы будем уже выезжать с поездом вот так мы припарковались но вы уже это видели а кто не видел может еще раз посмотреть вот и сейчас все мы были одни из первых кто заехал и мы будем одни из первых кто выйдет и окажется во франции Женя уже перенастроил все наши панели что мы едем с другой стороны мили в километры перевели поменяли наши фары справа налево чтоб светили ярче дальше в общем свои нюансы ну видите вот 5 30 а все еще темно точнее 5 30 уже 6 30 часы пусть уже не перевелись на французское время это должны были волком и дождь нас это так чтобы мы не сильно скучали по англии поэтому дождик нас оправдает хотя тоже всегда говорит что дождь это всегда хорошие дороги так что надеюсь что наша дорога пройдет легко быстро и уже через каких-то 8 часов мы будем уже курмая